я не исключаю что может быть в каком-то в какой-то там в какой-то тернопольский местный суд там будет какие-то дурацкие потом судебные заседания потому что какой-то судья там решит что он должен кого-то посадить потому что там кто-то сказал что что-то неприятное этой судимы и эти законы их можно таким образом использовать не настолько не конкретно сформулированы что они смогут сыграть такую негативную роль для украины ну и это же для для историков особенно для иностранных это конечно они сейчас тому же некоторые сейчас думать о приезжать им в украину может их тут посадят ну а это например тимати снайдер вообще считает что эти из этих законов вообще не должно быть то есть они ограничиваются по воду слова каждый должен сказать что он хочет и неонацист должен сказать и самое там жуткие сталинист пускай говорит что он хочет да ну я так я бы тоже так скорее сказал но у раз раз украина хочет чтобы если украинцы желают таких законов они думают что именно им нужны может быть сейчас из-за войны и особая ситуация пускай они будут но тогда их нужно по-другому формулировать то что мы как бы потеряли семь процентов территории это много но ситуация должна была быть еще худшей потому что мы знаем что планировалось что вот украины будет отторгнуты и одесская область и херсонская и николаевская и харьковская и часть запорожской области а может даже вся и сумская область ну не говоря уже полностью луганской донецкой областях что украина будет отрезана от азовского и черного моря и остатки украины да что по сути остатки украины развалятся вот это все же планировалось четко было продумано и был очень мощный начальная фаза данного проекта когда в результате предательства и служение москве захвачен оккупировано торганут был крымский полуостров когда была развязана война в луганско-донецких области области областях вот благодаря национальным добровольческим батальоном вот этого всего проекта путинского кремля удалось избежать то есть если этот регион украина откажется выбрать на этих условиях ради собственно этого сценария все делалось то тогда им нужно захватить максимум то есть захватить кураховскую тесс это энергетика может выйти на артемовск то есть им нужно расширить территорию в идеале всю донецкую область мариуполь взять тяжело мариуполь это соблазн для них страшный потому что это два металлургических гиганта и морской порт то есть неизвестно смогут ли они пользоваться этим сами но то что они навредят украине это да это здорово но мариуполь взять очень тяжело его готовятся оба и к штурму просто готовы настолько давно там настолько все уже ну можно положить массу народу и мариуполь не войти но его можно взять блокаду можно окружить блокада подразумевает что что кто будет страдать на мой взгляд наши предприятия украинские которые поставляли продукцию туда которые платили налоги которые но люди пытались покупали что-то закрытие полностью границы с украиной вы подразумевает что но уже 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 но есть по факту то что российская продукция сейчас на рынках донецком о киевке горло киена киева она не самого как не самая качественная она везется с ростова-на-дону сторону рога она там без белгорода везется как бы она замещается замещается как украинская гривна так и замещается украинской продукты от того что мы ну не будут возить нашу колбасу украинскую не будут возить наши сыры там молоко еще что-то как бы но наши производители намного меньше станут производить как бы упадет а там а там там но с голода люди не умрут потому что граница открыта час езды ты в ростове что захотел то купил это не блокада это способ ведения экономической войны с агрессором поскольку войну можно вести только двумя путями либо военные когда гибнут люди гибнут солдаты и мирные жители либо данном случае выбран путь я считаю более гуманно эффективно это экономическое дипломатическое политическое давление он показывает и жителям этих республик несостоятельность скажем так их новых властей и дает возможность без лишних жертв все таки достичь желаемого эффекта вот если говорить о пропускном режиме ну что здесь как бы все печально на мой взгляд вы сразу так заулыбались все радостно наконец-то все печально поскольку к сожалению наша власть пока что действует так что можно подумать она не собирается возвращаться этот кризис действительно но для наших властей надолго сколько они показывают полную не заинтересованность в лояльности местных жителей фактически заложников оставшихся на той территории на оккупированы и но это действительно вызывает серьезную тревогу к сожалению украина благодаря недальновидности нашей власти фактически действительно входит в очень сложный экономические социально социальный финансовый период то есть можно сказать что вот фактически мы сами даем боевикам возможности для такого массированного удара и стоящие за ней россия для массированного удара и это конечно здесь ответственность несут прежде всего наша власть которая к сожалению не смогла нормально распорядиться ни кредитами которые подавал европейские союзы соединенные штаты америки не помощью финансовой вот и к сожалению мы не видим пока сейчас никаких не реформ которые которые нам якобы обещают то есть вот эта сумма фактора фактически сегодня усиливает позиции вот этих апологетов так называемого русского мира то что не писали в течение года и провоцирует их на обострение на эскалацию ситуации поэтому я уверен что они пойдут потому что противном случае будет сложно объяснить своим своей пастве почему они не использовали слабость украины почему украина которой к катится сейчас дефолт вот под нажми она развалится а они значит якобы там не хотят идти и решать этот вопрос силовым методом и россия тоже против этого потому что вы сами понимаете что россия тоже хочет усилить свои позиции на переговорах запада одно дело когда это коры границы днр лнр а другое дело когда успешная военная операция они выходят на границы областей донецкой луганской и таким образом как бы уже в разговоре с европейским союзом и сша россия занимает более мощную позицию